Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, их работами. Фердинанд Георг Вальдмюллер, один из наиболее известных австрийских художников первой половины 19 века, известен как своими пейзажами, так и работами в портретной и жанровой живопись. Наиболее известен как художник эпохи Бидермейера, писавший идиллические сценки в Вене. Родился 15 января 1793 года. С 1807 по 1813 Вальдмюллер периодически посещал занятия в Венской академии художеств и учился у Губерта Маурера Иоганна Батиста Ламби. Зарабатывал на жизнь портретами и миниатюрами. В 1811 получил должность учителя рисования в доме графа Гюлая в Загребе. Здесь он познакомился со своей первой женой, певицей придворной оперы Катариной Вайднер, сестрой художника-портретиста Йозефа Вайднера. Свадьба состоялась в 1814 году. Чета много путешествовал по разным городам, где выступала Катарина, Баден под Веной, Брюн и Прага. Вальдмюллер занимался в это время оформлением театральных декораций. В 1814 Катарина получила приглашение в Венский театр Украинских ворот. В 1818 Вальдмюллер провел уроки с живописью маслом у Йозефа Ланге. Дополнительно занимался пейзажем под началом Йогана Шельдбергера. Портреты оставались главным жанром в творчестве художника. В 1822 году портреты работы Вальдмюллера приняли участие на выставке в Академии Святой Анны. Совершил несколько учебных поездок в Италию. В 1829 Вальдмюллер получил должность хранителя картинной галереи в Академии и звания профессора. В 1830 впервые отправился в Париж. В 1835 Вальдмюллер получил звание советника Академии. А уже на следующий год вместе с другим художником Йозефом фон Фюрихом составил каталог картинной галереи. Однако отношения с Академией художества него испортились, поскольку академическому копированию старых мастеров он предпочитал писать с натуры. Можно безошибочно узнать фирменный знак Вальдмюллер, естественное изображение дневного света и солнца. Вальдмюллер освоил это как вряд ли кто-либо другой из художников своего времени. Людвиг Фуан Бетховен, один из самых известных композиторов тех лет, заказал ему портрет. Какая честь! Реформаторские предложения Вальдмюллера стоили ему сначала художественной мастерской в Академии, а затем и должности. Расставшись с первой супругой, Вальдмюллер женился на модистке Анной Байер. Оказавшись в сложной финансовой ситуации, Вальдмюллер был вынужден выставить свои работы в салоне мод своей жены. Вновь международный успех пришел к нему на выставке в Букингемском дворце в Лондоне в 1856 году. Самыми известными учениками его являются Ганс Каноон, Антон Ромако и Антон Эберт. В честь Фернанда Георга Вальдмюллера в 1913 году в парке у Венской ратуши был возведен памятник работы Йозефа Энгельхарта в закрытом католическом кладбище, где похоронен Вальдмюллер. В 1923 году был разбит парк, получивший его имя. Имя художника носит один из переулков Вены. В 1932 к столетию и в 1965 были выпущены специальные почтовые марки Австрии. Умер в возрасте 72 лет в 1865 году. Ну вот так, вкратце о Фердинанде Георге Вальдмюллере, который был один из наиболее известных австрийских художников первой половины 19 века. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok